Да, ну вот нам буквально, кстати говоря, недавно, в начале сентября исполнился год этому проекту, мы праздновали годовщину, и за это время, за этот год через проект прошло 56, если я не ошибаюсь, женщин и детей, мы считаем их совместно. Много женщин прошли, не попали на проект, но прошли консультации, индивидуальные работы со мной, с психологами нашими, и вот такая работа проведена за год. Какие-то семьи восстановились, конечно же, их меньшинство, потому что все-таки это не столько зависит от женщины, сколько зависит от человека, от которого она ушла, но тем не менее, есть и семьи, которые восстановились. Мы сейчас планируем открывать еще один центр, потому что выявилась такая нужда именно не для женщин, а для детей, переживших сексуальное насилие. Начали к нам приступать и обращаться такие люди, родители прежде всего, которые начали замечать со своими детьми какие-то непонятное поведение какое-то, и в итоге выяснилось, что их дети прошли через травму сексуального насилия. Когда-то это было от родственников, очень часто это было, к сожалению, от отчимов, иногда от отцов. Родилась у меня такая идея открыть еще такой центр, потому что все-таки дети – это не женщины, к ним нужен особый подход, особая программа, и я надеюсь, что с конца октября мы запустим этот проект. У нас уже есть на очереди четыре ребенка, которые ожидают открытия этого проекта, и вот эта проблема страшная, но она все равно есть, и то, что они не говорят, то, что не всплывают эти истории, это не значит, что все хорошо. Это просто значит то, что ребенок молчит или женщина молчит и терпит, поэтому то, что они обращаются, конечно же, это больно вскрывать такие раны, но это хорошо, и это успех для них прежде всего, значит, они из этого могут выйти и восстановиться. Ну, во-первых, об этой проблеме нужно кричать, потому что это такая проблема, которая не решается в тишине, она не решается за дверями, она не может, и это даже не то, что кричи, потому что вот он тиран, он плохой. Даже если ты хочешь спасти такую семью, и это, в принципе, возможно, если вовремя уйти, но это невозможно сделать тихонечко, потому что единственное, что в таких случаях действует, единственное, что в таких случаях работает, это когда действительно включается настоящий божественный институт, когда в семью впускают какое-то духовное лицо, которое имеет власть над ним, над ней, которого они воспринимают и уважают. Здесь нужно, конечно же, добавить адекватное духовное лицо, которое понимает, что домашнее насилие терпеть ни в коем случае нельзя, и который... То есть как можно спасти такие отношения, если у этих людей есть кто-то третий, кому оба они... кого они уважают, и они впускают его в эти отношения, и она уходит, конечно же, вначале, потому что здесь почему нужно уйти вообще, почему это очень важно, поставить точку в таких отношениях вначале, прежде чем вообще говорить о том, продолжать, не продолжать, возможно, там что-то продолжать, осталось ли там что-то продолжать. В любом случае нужна эта точка, потому что отношения, они требуют развития, и если эти отношения не остановить, то они будут развиваться дальше в таком направлении, в том же самом направлении, а значит, будет всё хуже и хуже. Невозможно просто взять, и вот почему-то он поступает вот так вот, и тут непонятно из-за чего он начнёт поступать по-другому. Он должен пережить какой-то стресс, он должен пережить какой-то, что всё, точка невозврата. И то, эта точка невозврата очень часто не останавливает тирана и насильника, очень часто они всё равно продолжают, и ей приходится уйти, и это уже действительно уход навсегда. Но иногда в исключительных случаях именно этот стресс, который переживает насильник, потому что он же не думал, что она от него уйдёт, она годами это терпела, она годами, может быть, даже уходила на какое-то время, и потом всё равно возвращалась, он продолжал в том же духе, и он понимает, что он может творить, что хочет, всё равно в итоге всё нормально будет. Но когда приходит вот эта вот точка невозврата, такая настоящая, не поддельная, а настоящая, тогда для него это огромный стресс. И здесь, конечно, он уже сталкивается с тем, что либо он семью лишается, либо он меняется. В каждой ситуации нужно разбираться, и не всегда то, что женщина называет домашним насилием, домашним насилием является, да, потому что сейчас модно говорить домашнее насилие, домашнее насилие, и она может просто какие-то конфликтные ситуации воспринимать как, ну вот это домашнее насилие. Нет, конечно же, тут нужно подходить ко всему адекватно, и не всегда уйти – это вариант. Это нужно, и здесь, если говорить о моём муже, то он очень индивидуально подходит к каждой ситуации, но, тем не менее, если вот такие моменты, прям очевидное насилие, то он, конечно же, рекомендует уйти, не развестись, но уйти, то есть остановить отношения. А уже дойдёт ли это до развода, или, дай бог, семья сохранится, это зависит от них. Конечно, ко мне обращались женщины из христианской среды, попавшие в проблему домашнего насилия, но таких было меньшинство. В основном это всегда были неверующие женщины, которые бежали от своих тиранов мужчин. Но когда мы приехали в Америку, я немного, даже, наверное, не немного, а я до сих пор в шоке от того, насколько это большая и серьёзная проблема среди христианского комьюнити здесь, именно славянского христианского комьюнити. И это, конечно же, очень жаль, потому что это искажённое понимание Библии. Мы же вообще должны быть светом этому миру, мы должны, наоборот, являть семью в её прекрасной ипостаси, являть, какой она должна быть идеально, в смысле, какой она сотворена Богом изначально, и почему-то в какой-то, я не знаю, когда это случилось, но на самом деле, знаете, как анализируя, это не христианская, не то, что вот какой-то консервативный взгляд на вещи, что терпи, это советский взгляд на вещи, что терпи, не выноси ссоры из избы. Это не христианская тема, и уж точно не библейская тема. Как бы её не пытались скрыть Библией, но это абсолютная неправда и ложь. Это советский менталитет, но не библейский. Если в России, когда мы открыли такой центр, мы были уникальны просто тем, что мы открыли такой центр и дали такую возможность женщине уйти, потому что их очень мало в России, то здесь наша уникальность, она в программе, в том, что мы не просто даём ей место, куда уйти, мы не просто даём ей крышу над головой, питание и так далее, хотя мы всё это даём. Мы не просто сопровождаем её юридически на протяжении всего пути, хотя и это всё мы помогаем. Но наша главная изюминка – это программа, потому что такие женщины нельзя сразу после такой травмы восстановиться. Нужно время и нужна работа над тем, чтобы восстановиться. Очень часто, даже если такая женщина уходит, то она сразу погружается в рутину. Так, мне нужно бегом найти работу, мне нужно устроить своих детей, мне нужно на что-то кушать, мне нужно где-то жить. И у неё даже нет возможности подумать о себе и о том, что ей нужно прежде всего прийти в себя и восстановиться, восстановить отношения с детьми, которые тоже невозможны в деструктивных отношениях, в тех, в которых она была до этого. И наш центр, его главная изюминка – это программа. Когда она попадает в него, первую неделю она адаптируется, мы помогаем ей, потому что очень часто нужно взять там, как он, restraining order и вот эти все. Короче говоря, помогаем ей закрыть все вопросы, все дела. Обычно это занимает вот недели, иногда больше. Ну вот, то есть пока она не закрыла эти вопросы, она ещё не прямо в программе. Она пока может выезжать, решать свои вопросы и вот так вот. Потом, когда она эти вопросы решила, она уже погружается в программу, которая длится три месяца. Три месяца каждый день. Это авторская программа, аналогов ей нет. И она действительно, мы её назвали, ну если по-русски, то это шикарная женщина, мы не стали скромничать. По-английски как-то она, по-моему, fabulous woman или что-то такое. Я ещё привыкаю к английской версии этой программы. И она её проходит. Там очень много шагов. Именно наша задача, это не просто её привести вот в чувство после травмы. Наша задача, это привести её максимально в то состояние, в котором она не жертва. Потому что в состоянии жертвы очень сложно вообще как-то жить. Даже когда ты ушёл из деструктивных отношений, даже когда ты остановил насилие, всё равно сложно, будучи жертвой по своей сущности, как-то целостно строить свою жизнь. И наша одна из главных задач – это вот искоренить из неё этот синдром жертвы. В течение трёх месяцев это происходит. И потом мы даём ей также три месяца на то, чтобы понять, что ей делать дальше. В это время она может устроиться на работу. Мы можем выступать в формате нянек, её детей. То есть она не должна переживать за школу и так далее. То есть мы возим её детей в школу, делаем с ними уроки. То есть эти три месяца мы даём ей. Также мы покрываем все её нужды. То есть ей, в принципе, не нужно тратить деньги на себя эти три месяца. Она может копить. И потом, когда она уже выходит, она выходит уже с какой-то накопленной суммой. Если женщина действительно себя хорошо зарекомендовала, находясь на программе, то тоже есть некоторые фирмы, с которыми мы сотрудничаем, и мы можем им как бы просить взять хотя бы там временно или рекомендовать как работника её. Мы помогаем, чем можем, но здесь как бы... Ну, в принципе, вы знаете, как у меня больше таких проблем было в России, что вот некуда устроить человека, некуда устроить человека, но здесь практически каждая выпускница, она даже полгода у нас не досиживала, она проходила программу три месяца, и она очень быстро находила себе жильё, очень часто люботное жильё, работу. То есть, в принципе, честно, в Америке я не сталкивалась с такой проблемой, что вот есть проблема вот найти работу, найти жильё. Мне говорили, что эта проблема здесь, типа, должна быть, но вот из всех, которые за этот год через нас прошли, очень они быстро как-то прошли программу и в жизнь, и в жизни всё нормально, и всё хорошо. Знаете, как у нас не всегда на доме убежища идут женщины, которым некуда идти. Иногда ей есть куда идти, да, у неё там родители есть, но мы всё равно рекомендуем ей пройти программу, всё равно рекомендуем ей поехать на дом убежища, потому что это вот действительно какой-то... Когда она не восстановлена, очень часто она потом, хотя она всё время говорит, что ни за что больше не наступлю на те же самые грабли, но почему-то именно на эти же грабли она в итоге наступает. Поэтому если человек не восстановился, то очень большая вероятность в итоге закончить у того же разбитого корыта. Поэтому о втором замужестве... Ну, мы вообще не рекомендуем женщине думать об этом годах после этой ситуации, думать о детях, думать о себе, восстанавливаться, но не думать о замужестве, потому что, ну, это рано. Но да, если человек восстановлен, если он действительно восстановился после переждей травмы, если он сделал работу над ошибками, то, ну, успешный брак возможен. У меня, например, моя помощница в России, она когда пришла к нам в церковь, она пришла от домашнего насилия, да, её муж просто что-то психанул на неё, и они ехали по трассе, и он просто чуть-чуть приостановил машину и выкинул её на ходу из машины. И он выкинул её на такой трассе, где, ну, такой, где обычно проститутки ходят, и там очень небезопасно находиться, и она ночью там как-то пыталась выбраться, зимой без куртки, без ничего. В общем, после этого она ушла от этого мужа, восстанавливалась долго, я думаю, в течение пяти лет, не думая даже о замужестве, но в итоге вышла замуж, и действительно за очень хорошего человека, и у них замечательная семья, и всё классно, всё хорошо, она мой руководитель такого же проекта в Москве. Поэтому, да, это возможно, выйти замуж второй раз, и выйти замуж хорошо, но здесь вопрос, конечно же, насколько ты восстановилась. На данный момент я осталась вообще без ничего. Этот раз вообще загорелась как-то, так что уже и крыша горит, вот, мы только успели повыходить, огонь гнался за нами. Боже, думаю, господи. Прямо на крышу уже стреляют, уже, я говорю, давайте отходите, стреляют в этот шифер, шифер убивают. Люди вокруг собирались, благословляли эту пищу, у нас положено, христиан благословлять пищу. Очень дружная семейка такая была, прославляли Бога, люди к Богу, самое главное, чтобы обращались и менялись. Я уже работаю в этой организации 26 лет, вот, и это последние, это последние 5 лет, это какое-то нашествие. Если говорить, например, о семьях, которые получилось восстановить, то это, как правило, женщины, которые ушли сразу. Это женщина, которая не стала ждать, у которой вот случилось, там он, я не знаю, ударил ее, и она ушла. Такие семьи большая вероятность восстановить. Поэтому то, что бы я рекомендовала, это не терпеть. Если вы любите, если вы хотите с этим человеком строить семью, если вы хотите, а вы, ну, вы должны этого хотеть, да, вы же из него выходили замуж, то самое лучшее, что вы можете сделать, и как вы можете спасти свою семью, это уйти как можно скорее. Это когда он еще не привык к тому, что это привычка, когда он еще только вот попробовал это сделать, он попробовал переступить через эту границу, и вы сразу ему показали, что нет, вот такими наши отношения не будут. «Давай, либо иди там к пастору, молись, я не знаю, пастись, ищи, в чем проблема, что вообще тебе надо, но вот так происходить не будет». Такие семьи спасти больше шансов. Но, к сожалению, то, с чем я сталкиваюсь, это что женщины, они редко, когда уходят, вот в такие моменты. Очень часто они уходят, вот это годами, годами, годами терпят, и потом уже, как правило, даже не из-за себя, а из-за детей, потому что он там, я не знаю, на детей сорвался, или дети стали что-то как-то неадекватно себя вести, и это уже чуть-чуть, может быть, ее приведет в чувство, и как-то вот она задумается о том, что, может быть, не надо это терпеть. И вот такие отношения спасти практически… Ну, давайте, конечно же, оставим процент на чудо, но вообще невозможно такие отношения спасти. Конечно, чудеса бывают, но лучше не доводить до такого, и то, что бы я посоветовала, это при первом симптоме домашнего насилия, я не знаю, он ударил, или, то есть вы видите, ну, если говорить о сексуальном насилии, это же тоже сразу видно, это сразу понятно, что это оно, то есть такие моменты нужно сразу пресекать, нужно об этом сразу говорить. Если это говорится, например, о моральном насилии, о финансовом насилии, и о сексуальном тоже вначале, то есть если это только вот случилось, да, вначале нужно поговорить, нужно сказать, нет, у нас так с тобой не будет, нет, точка и нет, и потом предпринимать шаги, да, то есть как мы будем это исправлять, давай разведемся, давай там разберись в себе, что происходит, то есть не оставляйте это, что, ну, не делай ты так больше, да, конечно же он со всем согласится, и конечно же он скажет, такого никогда больше в жизни не будет, поэтому это не может остановиться просто на, ну, не делай так больше, это должно, ну, окей, что мы с тобой будем делать, чтобы этого больше не произошло, давай, идем к пастору, давай, бьем тревогу, окей, давай разъедемся пока на время, разберись в себе, иди там, ну, то есть такие действия, они могут привести к спасению семьи, конечно же, редко, когда женщины так себя ведут, но это мой совет, здесь тоже нужно быть мудрыми, в том смысле, что сейчас не надо запугать все семьи, вы проверьте, пожалуйста, вот у вас сейчас все нормально, а вы проверьте, вдруг у вас там все равно насилие, вы, может, просто этого не знаете, мы, в общем, сейчас расскажем вам, что такое насилие, вы, может быть, просто не понимали, что это насилие, нет, наша цель не разлучить семьи, наша цель сделать их крепче, поэтому главное, на что мы бьем в церкви, это на семейное образование, на адекватное объяснение, именно, да, через призму Библии, и через призму здравого смысла, а не вот того, что сейчас очень часто почему-то выдают за Библию, но как-то я не знаю, где они нашли связь с Библией, у нас очень много в церкви именно семейного образования, мой муж открыл академию, называется International Family Academy, и раз где-то в квартал мы проводим такие конференции, плюс мы запускаем семинары о семье через домашние группы, также в самой ИФИ, когда ИФА, это ИФА, это вот эта вот академия, мы проводим конференции, мы также там говорим о том, что такое домашнее насилие, о том, что терпеть нельзя в семье, то есть, да, но это больше идет через семейное образование в церкви, в церкви я не получила поддержки, а наоборот, агрессию, оппозицию, Библию в нос, читай, слух читай, громко читай, жена доповинуется мужу во всем, и страх остаться одной, потому что личность твоя и значимость твоя стерты, ты обнулена, тебя как личности не существует, я решила, что мой муж должен быть верующий, ну, однозначно, и позвонил такой человек с Америки, и оказался верующий, Майя, с тобой все в порядке? Я стал замечать, что ты что-то, ну, как бы, того, и якобы Бог ему сказал, что я доверяю тебе ее, только если она будет тебя слушаться, у нее есть шанс спасения, я не думала там развод, не развод, я просто поняла, что мне надо уходить и искать безопасное место для себя и для своих детей. Мужья в этих семьях дошли до того, что насиловали своих детей, своих дочек. Вместо того, чтобы отправить на родину, заключили в процесс, который начался, называется моя американская жуткая история.